Нет пробития. Потолок уже вниз падает. Тут дырка. Здесь протечка. Украли. Куда течет вода? Прям по ступенькам. Тут просто, смотрите, куска стены нет. Скуд. А здесь вообще про гидроизоляцию забыли. Это чтобы в глаза не било. Мусор, грязь, все должно быть здесь. Пуск пожаротушения. Не работает. Это же стоит денег. Здесь просто дырки какие-то. Да. Работа здесь у них, конечно, непочатый край. О, да. Это слаботочка. Смотрите. Она просто открыта. И ширина коридора просто умиляет. А, давай 15. Давай. На это мы порешили. Поле с борщевика. Знаете, даже страшно подходить. Начнем мы, друзья, с корпуса. Все для любимых детей. Смотрите. Какая красота. Некачественное проведение монолитных работ. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Янино, где 29 декабря 2023 года фонд развития получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя, который называется жилой комплекс Яркий, застройщика, который уже нет, назывался Норман. Сейчас мы все внимательно с вами построим. Как сдают и что вообще на данный момент с этим домом. А вы меня обязательно поддержите вашим лайком и комментарием. Погнали. В любой долгострой, перед тем, как его начнут достраивать, всегда проходит экспертиза. И давайте мы с вами внимательно посмотрим, что же эксперт написал в своей экспертизе про этот жилой комплекс. А вы внимательно слушайте и смотрите. У нас с вами вот есть такое заключение экспертизы от 2022 года. Утверждено 23 марта 2022 года. Здесь мы с вами видим, что у нас технический заказчик. Это фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Давайте читать. Наружные стены здания монолитных железобетонные, толщиной 200 мм, 180 мм, внутренние. Значит, диагональные трещины на поверхности внутренних и наружных стен в уровне подвала и первого этажа шириной раскрытия до 0,5 мм. Вертикальные трещины в наружных и внутренних стенах в уровне подвала с первого по 12 этажей шириной раскрытия до 0,4 мм. Разрушение защитного слоя бетона внутри и наружных стен, оголение и коррозия арматуры, раковины, участки неуплотненного и промороженного бетона на поверхности внутренних и наружных стен здания, некачественное проведение монолитных работ, пустоты в теле бетона наружных и внутренних стен здания, оголение и коррозия арматуры, наплыв на верхних участках стен здания повсеместно, в узлах сопряжения с плитами перекрытия и покрытия, и перекрытия, извините, местные неровности, наплывы и выступы на поверхности внутренних стен здания, сколы углов и грани железобетонных стен в уровне 8-12 этажей, местами с оголением и коррозией арматуры, отклонение от проекта в расстоянии между стержнями и отдельных арматурных каркасов стены ограждения лестничных клеток в уровне покрытия здания. Не демонтированы пластиковые трубы местами, и не заделаны отверстия под тяжи в наружных стенах в уровне подвала. Отсутствуют оконные проемы в стеновых ограждениях в уровне первого этажа, отсутствует перфорация по стенам здания в осях, не демонтированы фрагменты опалубки. При выборочном контроле выявлено отсутствие проходимости у 50% электромонтажных трубок и коробок в монолитных железобетонных конструкциях вследствие попадания цементного молочка в местах их соединения друг с другом. Фактически класс бетона Б-25. Чтобы вам это все не зачитывать, в своем телеграм-канале я под видео выложил данную экспертизу, чтобы все смогли сами посмотреть, что есть на самом деле. Будьте внимательны. При выборе и покупке квартиры нужна помощь, обращайтесь. Один из буклетов второй очереди жилого комплекса «Яркий». Обратите внимание. Есть единственный рендер. Вот тут одно дерево, второе дерево вот там. Ну и смотрите, что здесь есть детская площадка. Такое ощущение, что, ну, сама, знаете, из недорогих бетонной скамейки, трава. Никакого-то безопасного покрытия. Все это похоже на набивной обычный песочек. И, соответственно, мы здесь не видим ни деревьев, вообще ничего. Здесь одни студии, однокомнатные квартиры. Когда люди покупали, гнали за низкую цену, я, честно говоря, не понимаю, что, кроме цены, вас сюда вело. Потому что сюда, один раз заехав, приезжать больше, честно говоря, не хочется. Огромнейшие пробки. И, я полагаю, расширение Колдышским шоссе, естественно, не поможет. Значит, обращаю внимание, что вот у нас перед вами разрешение на строительство. И, соответственно, это разрешение строительства корпусов А и Б, это первая очередь, оно действует до 29 декабря 2017 года. То есть, это сколько лет назад? Семь лет назад должны были введены в эксплуатацию эти дома. А сдали совсем недавно. Заходим с вами на сервис Министерства строительства Российской Федерации. Смотрим, вот он. Янина очень тяжело найти, очень тяжело. Сделали все так, чтобы ничего не найти. Значит, здесь мы видим, что генподрядчик инженерной системы, класс энергоэффективности здания, ничего себе. Застройщик фонда Ленинградской области. Завершение строительства фондом. То есть, он уже завершен и сдан в эксплуатацию. Сайт фонд развития территории, который достроил. Вот жилой дом. Яркий ООО, Норман. Норман все уже, нет этого застройщика. И вот дом введен в эксплуатацию 29-12-2023 года. Сейчас только начали выдавать ключи. То есть, почти в конце, в конце декабря 23-го года сдали. То есть, прошло уже сколько? 8 месяцев с момента сдачи. И сейчас мы все внимательно посмотрим. Мы с вами, друзья, в внутреннем дворе жилого комплекса. Ну, смотришь на фасад, видно, что это вентфасад, виден, что искусственный камень, виден вот здесь и мусор. Ну, вот так сможешь, ну, особо такой ничего нет. Бетон вот здесь в проходных балконах ничем не закрыт. Ну, вот такое все. Спортивная площадка выглядит вот так. То есть, все вот так и должно. Вот они, скамейки, уже не из бетона, а здесь таки посовременнее. Лавочки, утеплитель. Здесь просто лавочки, видно, поставили. Вот это детская площадка. Вот здесь даже нет качели. Сдали 8 месяцев назад. Вот это называется набивное покрытие. Это не асфальт, просто вот такая мелкая-мелкая крошка. И здесь она, знаете, ну, такая достаточно крупная фракция. Все для любимых детей. Смотрите, какая красота. Главное ввести в эксплуатацию, торжественно заявить, что вот мы сдали и все такое. Видим лодочку под мусор. Видим траву, как на рендерах. Не видим деревьев, кустов. Здесь, в принципе, вообще ничего, друзья, нет. Большая свалка мусора. Видим строительный городок. Фасад здания вентилируемый. А здесь мы видим кляймеры торчат. И, кстати, даже достаточно ровно сделано. На удивление. Зазор здесь, зазор здесь. Вот здесь какой зазор, вот здесь какой зазор. То есть не постарались. То есть надо было подвинуть вот ее немножечко, сделать ровней. Но, видно, так по проекту у застройщика задумано. И в бизнес-классе можно сделать немножечко криво. Отмазка по классике. Обратите внимание, из асфальта. Здесь вот везде асфальт. Вот еще детская площадка. Сейчас мы вот сюда пройдем, как раз вот. Здесь же ключики уже выдают. В этом доме. И внимательно все рассмотрим. Да, прикольненько так. Так, хотите, чтобы вот здесь ваши дети бегали, играли? Как вам? Как мы с вами видели на сайте Министерства Страдиста Российской Федерации, что сданы два корпуса А и Б. Это вот А, а вот корпус, соответственно, Б. То есть, чтобы не говорили, что это не сданный объект. Начнем мы, друзья, с корпуса А. Ну, кроме вот такой детской площадки, которая прям граничит с мусоркой, мы здесь видим времянку по электричеству. Газон. Вместо травы у нас вот то, что выросло. Знаете, вот как на полях растет и дуванчики, и там кактусы, борщевик, вот там борщевик. И все вот в таком духе. Издалека дом смотрится, знаете, обычный. Вот как приезжаешь, эконом-класс обычный, ну, вот все вот такое. Ну, естественно, нужно смотреть, что внутри, как застройщик смог это все реализовать, фонд строительства. Вот смотрите, вот видите, люльки сверху, то есть здесь уже что-то с фасадом, то ли доделывают, то ли делают. Честно говоря, непонятно. Так, пойдемте по кругу пройдем, внимательно посмотрим. Вот оно, друзья, как выглядит временно электричество. Знаете, даже страшно подходить. Вы только посмотрите на вот эти раскрытые провода, какая-то изолента и все остальное. Да, внешний вид, конечно, так себе. А на раз, два, три, четвертом ряде видим продухи для вентиляции. Это искусственный камень. Видим отлив кривой косой, такой, знаете, побитый жизнью. Мусор, вода для строителей, освещение. Тут лазалки есть. Ну, тут, в принципе, поприличнее сделано, чем там. Тут какая-то площадка. Здесь все еще замотано полиэтиленом. Урна, знаете, покосилась. О, здесь валяется паспорт объекта. Ну, правильно, где же ему еще быть? Давайте смотреть. Паспорт объекта жилой, комплекс, яркие корпуса А и Б. Вот они нарисованы. А, и вот этот длинненький, это Б. Застройщик, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства Ленинградской области. Генподрядчик, разрешение на строительство. До 18.05.2024, но уже сдали. Вот так все это выглядит. Тут у нас пленки, тут у нас вместо стекла пленкой, а, не стекло, есть, да, есть стекло. Это, чтобы, видно, солнышко не светило. Надо же сразу все отдать управляющей компании, чтобы они не забывали деньги собирать за обслуживание вот этого всего. Поле из борщевика. Вот оно, друзья. Все в борщевике. Вот, смотрите, какая красота. Вот борщевик. Тут ваши дети и будут бегать и гулять. И склад из контейнеров. Шикарный объект. А, да, извините, биотуалет. Квартира от застройщика. Спасибо большое. Уже все, бегу, бегу. О, вот, кстати, тоже, смотрите, канализационный люк. И он сделан выше над газоном. Смотрите, ровненько сделаны. Они, как и у многих наших застройщиков, недолгостроев. Там все как-то, знаете, так криво-косое внизу. Все в асфальте, ну, вот, соответственно, рендером. Да, ну, травы только здесь нет. Трава здесь обычная, газонная. Борщевика они не нарисовали на рендерах, но он тоже здесь есть. Видим первый приямок. Бетон вот здесь, типа, гидроизоляцию сделали. Спускаемся вниз. Здесь мокрые ступени. И обращаю внимание, что здесь внизу. Здесь стоит валага. Вода, вот она. Она никуда здесь не уходит. Почему сразу неисправили, честно говоря, непонятно. Раз, соответственно, есть сверху крыша, то как вообще она сюда проходит. Монолитное перекрытие. Закрыта гидроизоляция. Вот здесь камушек подставили. Ну, видно, как раз это делали. Знаете, вот. Вот так вот. На такую высоту ставь. Хорошо, Петрович. Здесь мы с вами видим утеплитель. Такое ощущение, что это, знаете, дырка в подвал. Вот смотрите, как это. Ничем не зачеканено. Никакой здесь нет ни шнура, ни мастейки. Вообще ничего. Здесь у нас оголенные кабели. Дверь закрыта. Хоть это радует. Ну, марш, конечно, такой тоже. Вот это, не уделюсь, что начнет когда-то отваливаться в течение какого-то времени. Да, вот здесь продуха вообще его нет. Зацементировали. Здесь он какой-то небольшой. Очень-очень интересный объект. Очень временное электричество. Никакого тебе мостика, чтобы на него, не дай бог, не наступили. Он, видите, прямо из подвала идет. Так. Ага. Тут уже людям ключики выдают. Подходишь, срабатывает датчик. Вот так выбили кран вывода воды. Не знаю, здесь уборочный инвентарь они хранят или здесь мусор. Видим. О, солидный дом. Ничего себе. Подъезд номер один. 12 этаж по первой. Первая коммерция. Со второго этажа квартиры. Заходим. Место стекла ЦСП. Добрый день. Холл. Вот такой красивый. Уголок по гражданской обороне. Информация. Солидный дом, это, я так понимаю, управляющая компания. Вот по-русски чего не написать. Зачем вот это? Создание прочного. Дом свободный, от дыма и мусора. Бла-бла-бла. Это что такое тут? Ух ты. Это типа колясочный, наверное. Видно, что вот полы мыли, но до конца все не отмыли. Пожарных рукавов нет. Муфт, соответственно, нет. Пуск пожаротушения. Вот он, зумер должен быть. Зумер, как вы видите, не работает. Как я всегда говорю, горе синим пламенем. Здесь все аналогично. Здравствуйте. Трубы красили, не докрасили. Штукатурка, ну тут такое. По мне печальное очень зрелище. Очень печальное. Тут закрыто. Едем наверх. В лифте как в строительном вагончике. Смотрите. Новая фанерка. Красота. А запах. Здесь два лифта. Пассажирский и грузопассажирский. Мы с вами поднимаемся в пассажирском лифте. Вот даже вот здесь, смотрите, есть телефончик, куда позвонить, если вдруг застанешь. Главное, чтобы работала мобильная связь. И берегите лифтом, бла-бла-бла. Лифты какие-то простые, но при этом едет нормально, четко его не колбасит. Двенадцатый этаж. Выходим. О, даже указатель есть. О-хо-хо. Блин. Вот смотрите, как шедеврально сделано в проекте. А давай сделаем 20 сантиметров. А давай 15. Давай. На это мы порешили. Значит, здесь наверху должны быть, друзья, клапаны, которые вбрасывают в воздух систему отопления. Здесь их просто нет. Просто это краны. Круто. И почему вот здесь? А почему вот, например, не сюда поставили? Ну, вот у меня, знаете, вопросы. Пленочку забыли снять. Восемь месяцев прошло со сдачей. Но зато, смотрите, колпачки с пожарных датчиков сняли. Но при этом, если обратить внимание на зуммер, зуммер-то не работает. Пожарочки-то, получается, нет, что ли? Так? Шкафы управления лифтами. Да, даже шкафы здесь не смогли нормально. Ну, вот он не держит их замок нормально. Ну, вот внешний вид такой, знаете, какой-то, не знаю, бомжатник. На полу просто такая куча грязи, что за 8 месяцев не смогли вымыть. Блин, друзья, здесь не то, что можно кататься на велосипеде. Здесь можно на картинге гонять. Металлические двери. Круглые недорогие звонки. Ширина коридора просто умиляет. Это круто, когда такой широченный коридор. Так, тут у нас отопление. Значит, здесь мы что, друзья, видим? Мы с вами видим вот такую трубу. Смотрите, она просто открыта. И идет вниз. И вот непонятно, что это такое. Угол тут какой-то написано. Куда это все? Вот это. Что-то здесь должно было быть? Конечно, должно быть. Потому что не должна быть открытая. Теперь смотрим, что внутри. Но хоть проходки не обвалились, уже хорошо. Так. Наверху. Вон, смотрите. Смотрите, какая щель к соседям. Для лучшей звукоизоляции. Да. Ну-ка. Как все держится, давайте проверим с вами. О-о-о. Блин. Вот здесь, кстати, тоже должен быть клапан с бруса воздуха. Его здесь нет. Он копеечный, в принципе. Вот это еще крепко держится. Тут, конечно, так себе. Не удивлюсь, если при отоплении будут вопросы, почему у нас все стены дома мокрые. Грязь. Знаете, вот какая-то заброшка. Тут даже стеклышек нет. Хотя бы маркером подписали, где какая квартира. Тарарараран. Так. Ну, понятно, да? Без слов и так понятно. Здесь все аналогично. Смотрите, здесь вообще даже вот одной муфты нет. Второй муфт просто дырка. За восемь месяцев не смогли сюда доставить. Ничего не отмыто. Внешний вид, конечно, это что? А, это двери предлагают сразу. Понятно. Вот такой уголок. Раз, и ты в домике. Можно спрятаться. Шикарный. Шикарный проект. Штукатурка просто напылили. Вот такая, знаете, просто шершавая, как шкурка. Ну, хотя бы светлый цвет. А забрало, установлено, кстати, даже ничего себе. Не хватает почему-то саморезиков. Их решили вкрутить вот здесь, а не в отверстиях специальных. Так все по проекту. О, ну а здесь самое интересное. Вы только обратите внимание на эту груду проводов. О, да. Это слаботочка. Да, только не понятно, что это у нас. Интернет, телевидение. Ну, тут вот, я не знаю, специалисты, пишите. Слаботочка. Так, вот это антенна. Это еще тут что-то непонятное. Ну, как-то, знаете, ну, как такое может быть в данном доме 8 месяцев назад. Вот это тоже, смотрите, какая красота просто. Сэкономили на всем. Здесь тоже, кстати, нет клапана сброса воздуха. Они там где-то 150 рублей стоят, самый недорогой. Тут все аналогично. Вот такая, друзья, красота. Ух ты. Ну, а здесь можно детям в прятки играть. А выйдем с вами на переходной балкон. Какой здоровенный тамбур, вы только посмотрите. Главное, знаете, чтобы дом только не рухнул. Ох, какой у нас тут вид. Ух, жиденько, жиденько. Слушайте, а даже вот здесь смогли, знаете, нормальное расстояние сделать, хотя бы одинаковое между плитками. Плитка керамическая. Клеймеры оранжевого цвета. Под плитку как раз, смотрите, вот прям в тон попали. Он, красавцы. Ох, отсюда, смотрите. Кудрово практически как на ладони. Поле колхозное, друзья. Вот это бывшие колхозные поля. Здесь, обращаю внимание, вот здесь засеяли борщевик. Вот он растет. Там, наверное, люди, которые его поливают, чтобы он классно рос. Здесь можно бегать, играть, стрелять. Главное, чтобы сок на тело не попал у вас и ваших детей. Двор шикарный. Классное зеленение. Все как на рендерах. Тут видим стройку. Большое количество иностранных специалистов. Каски есть. Жилеты есть не у всех. А чего еще здесь, друзья, не хватает? Кто видит, чего здесь еще не хватает у строителей? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Заходим на лестничный марш. Тут все отмыто, все красиво. Так и должно быть. Награждающая конструкция держится так, средненько. Давайте поднимемся наверх. И тут даже, возможно, все будет и открыто. А вот это, видите, я даже не знаю. Это то ли дырка, то ли просто. Надо сюда подойти, надо стоять, чтобы связь с космосом была. Поднимаемся наверх. Тут даже плитка есть. Видим, куда рабочие ходили. Закрыто. Ничего себе. Ладно. Спустимся с вами, друзья, на шестой этаж. Обращаю внимание, кстати, не во всех новостройках есть указатель. Здесь даже есть. Спасибо, полагаю, управляющая компания. Работа здесь у них, конечно, непочатый край. Круто, что большое количество стекления. Здесь много света. Датчиков здесь нет на движение. А нет, есть. Тут загорается. Или он просто-просто... Не понимаю, то ли он загорается от того, что я иду, то ли он и так горит. Так. А, да, смотрите, датчик здесь есть. Молодцы. Так, девятый этаж. И пойдем смотреть на шестом. Там вроде квартирки открыты. Очень интересно посмотреть, как же фонд защиты правдольщиков передает квартиры. Смотрите, смотрите. Да. Настраивать, настраивать надо. Все открыто. Так и должно быть. А здесь, видно, денег на табличку не хватило. Ну, спасибо за цифру 7. И мы с вами почти уже на шестом этаже. Так. О, а здесь табличка есть. И не только. ЦМРОС 500 экстра. Так, 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 так. Интересненько. О, бетонный завод. Экология. Ура. Да, здравствует. О, а тут дверь другая. Ну, смотрите, как все интересно. Или такая же, я просто не обратил внимания. Так, ну, смотрите, какая красота. О, кстати, грузопассажирский лифт. Вот так. О, даже датчик есть работал. Пойдемте смотреть. Смотрите, все открыто. Тук-тук, добрый день. Можно зайти, поснимаю немножко? Да. Благодарю вас. Это вот так людям передают квартиры, да, в черновой отделке? Заходим. Здесь все в бетоне. Просторобили под розетку. Автоматы. Узорки все подписаны. Здесь дополнительный модуль. Можно поставить звонок. Интернет. Да? Да. Инфо. Лан. Датчики. СКЦ камень. Элемент из бетона. Это очень здорово, а не какой-нибудь металл. Или просто на саморезиках. Ванна здесь небольшая. Стенка к соседям из СКЦ камня. Кстати, сложено все хорошо. Здесь мы с вами видим и гидроизоляцию. С вами видим и канализацию. Что-то очень низко опустили. Тепло-шумоизоляцию. Деформационное кольцо. Мы с вами видим противопожарные муфты. Вроде как закреплено нормально, но не до самого верха, кажется. Или нормально. Проходку зачеканили вроде так неплохо. Вентиляционная решетка. Странно, что здесь ни пены, вообще ничего нет. Это у нас студия. Вот такой красивый бетон. Качественный. Раковины, участки неуплотненного и промороженного бетона на поверхности внутренних и наружных стен здания. Некачественное проведение монолитных работ. Пустоты в теле бетона наружных и внутренних стен здания. Да, специфически. Из плюсов нижняя подводка радиаторов. То есть нет привычных труб. Здесь газоблок. Газоблок у нас на колью. Окна, конечно, чуть было больше. Я не помню, сколько. 15-20 см должны быть пластины. Но зато вот здесь чеканка сделана хорошо. Здесь тоже шикарно все сделано. Это у нас с вами балкон. С балкона классный вид на Янинское поле. Назовем это так. С борщевиком. Представляю, сколько здесь сейчас квартир в продаже. Лучшее проектное решение 2024 года. Ну, с квартирами все понятно. Люди ждали большое количество лет. Быстрее принимают для того, чтобы, наверное, делать ремонт или продавать. Надо посмотреть в Авито, что здесь с ценами на вторичном рынке. Но, конечно, то, что я вижу, меня очень радует. Очень классный комплекс. Здесь, полагаю, покупают квартиры депутаты, сенаторы. И все остальные хотят здесь жить, в таком классном достроенном доме. Это, пожалуй, лучшее, что есть в Алинообласти. Поэтому надо брать. Как вам, кстати, друзья? И это мы с вами еще не все посмотрели. Второй этаж. Здесь у нас тоже очень интересно. Вот он, козырек входной группы. Здесь вот так положили просто кирпич. Здесь видно, что водичка сюда выходила. Вот видите, трос вниз. Да, что-то как-то так. Как-то так. А, да, двери, получается, все такие одинаковые. Это я сразу проморгал. Давайте зайдем на второй этаж. Аналогично, друзья, картина. Все в грязи, ничего не отмыто. Восемь месяцев прошли не зря. Вот не знаю, это от строителей, не от строителей. Люди разговаривают и через дверь все слышат. В аренду уже сдают, в аренду, смотрите, все. Так, вот так и должно быть в каждой новостройке, которую фонд развития завершил. Слушайте, класс. Они же это не бесплатно все это строят за деньги. Да, и тут чеканка, чеканка. Чем у нас тут? Пакли, похоже, да? Первый этаж. Обращаю внимание на ряд батарей. Здесь все аналогично. То есть, как воздух будет с тем отоплением выходить. То есть, надо все вручную регулировать. Стекло здесь разбито. Трубу подложили, чтобы дверь не закрывалась. Вот здесь, видите, в бетонниках сделаны ямочки специально, чтобы вы выходили, ноги мочили. Пойдемте смотреть. Дальше жилой комплекс. Электричество у нас идет прямо в подвал. Так, сюда можно спуститься очень аккуратно. Страшно тут, ребят, трындец, друзья. Тут, смотрите, все в воде. Подвал весь в воде. Куча мусора. А тут я даже боюсь заходить. Электричество это не мое. Ну вот, мы все с вами, получается, обошли эту прекрасную новостройку. Вот так должен выглядеть каждый из данных объектов. Парковка. Паркуемся, как хотим. Могли бы хотя бы линии нарисовать. Хоть красочкой обычной белой. Здесь, в данном объекте тоже асфальт. Трава с полей. Спасибо, что еще борщевик здесь не посадили. Хотя, возможно, надо было это сделать. Электрощитовая. Вход у нас, получается, в дом внутри. Со двора. Место для жизни одно, наверное, из лучших. Я вообще не понимаю, как сюда можно вот было... Ну, цена, да. Вы когда вот на цену низкую, за низкую цену приобретаете, потому что дешево, то потом вот это все получаете. Не надо говорить, что никто ничего не знал. Низкая цена. Это вот у нас, к сожалению, все. Значит, что мы здесь видим? Плиты со стройки, куча мусора, асфальт, набивное покрытие. Вот там целая куча этого песка. Тут стройматериалы, тут циклопакеты. Ну, биотуалеты, чего здесь только нет? Почему это все в данном доме, честно говоря, непонятно. Должен же быть, наверное, какой-то эталон, что это же все-таки фонд развития обманутых дольщиков. Бла-бла-бла, сдали. Посмотрите, как мы круто сделали. И все такое. А тут что-то как-то... Крутого пока, честно, ничего не вижу. Вообще ничего. Вот борщевик. Красиво смотрится. Прямо практически... Еще там годик-два, и вообще все поле в нем будет. Ну, вот аналогично. Вот, смотрите, вот он. Арматура ржавая. Вот здесь ее обрезали. Так не должно быть. Хотя бы могли бы зачеканить. Чем? Цементиком, правильно. То-то у нас что? Розовая каска. Офигеть. Утеплитель, камень, и все. Вода. О, и ручка так и осталась. Ох, как здесь прохладно и влажно. Да, гидроизоляция. Просто вот герметиком даже не промазали. Но видите, здесь хотя бы закрыли, в отличие от того, что мы с вами до этого видели. Подъезд номер 4. Допустим, накидали люди. Допустим, это тоже люди накидали. Жильцы. Пеноплекса два слоя. И все. И мусор. А теперь дискотека. Все открыто на стеж. Вот здесь, обращаю внимание, вот тут просто не хватило ничего. То есть не смогли доделать. Либо это уже усадка между перекрытиями пошла. Здесь просто дырки какие-то. То есть пробили, или это под час делали, потом непонятно. Тут типа колясочная. Здесь от двери, он тоже, видите, все пробито. Также два лифта. Куча потолков. Пуск пожаротушения. Зуммер должен быть вот здесь, красненький мигать. Он не мигает. Наверное, сдали, а пожарку сдадут потом. Здесь вообще нифига нет. Тут даже вот эту первую муфту-то не навинтили. Ну что, рискнем? Слушайте, ну хоть лифт работает, уже радует. Девочка, смотрите, какая красота. Офигеть как. Ох. Да. Делай. Я не умею. Делай, как умеешь. Как в анекдоте, да? Ну, зато колпачки с датчиков сняли. Хотя тут бесполезно. Вы видите, даже зуммер не работает. Понятно, что ничего не подключено. Или не смонтировано. 12 этаж. Поехали на самый верх. Номер лифта, количество персон, нагрузка. Вот видите, как это все пишут. Правила просто, смотрите, на саморезах. Такое ощущение, что-то снимает кто-то. Тут тоже строительный вагончик. Подмазывали ремонт и квартир под ключ. Потому что там все вот это дело. Вот знаете, кто вот по этим обращается, я, честно говоря, людей вообще не понимаю. В жизни бы не обратился по вот этой всей фигне. И вообще их штрафовать нужно за то, что они портят вообще домовое имущество. Это же стоит денег, чтобы сохранить обшивку лифта. А, Могилев, лифтмаш. Смотрите, тут 8 человек. А здесь 5. Что-то пошло уже не так. 7,7 откроем. О-о-о-о. Ну вот сейчас будем понимать, что это от застройщика, который достраивал либо это от жителей. Потом вынесут. Такого, конечно, не должно быть. Вот это, наверное, подкладывают, чтобы тележки могли заезжать. О-о-о-о. Красота. Смотрите, какая тут... Я даже не знаю, как это все назвать. Внешний вид, конечно, удручающий. По мне удручающий. Пуск пожаротушения не работает. Чем тушить? Нечем. И вот все вот в таком виде. Вон, зато водички верхняя подводка. Здесь уже видно, что-то они там делали. Клапан выглядит вот так. Сделать ровно красиво. Не судьба. Решетку поставить тоже не судьба. Хотя она, по идее, здесь должна была быть. Да, похоже, здесь люди делают ремонт, просто меняют от застройщика все. Здесь, кстати, коридор чуть уже. Много вот таких уступов. Причем это бетон. Очень странное решение проектное. Вот закрыто. Ничего себе. А зато здесь можно велосипеды, коляски хранить. Смотрите, как шедевральное исполнение уважаемого достройщика. Здесь все есть. Так и должно быть в каждой новостройке, чтобы они так жили, чтобы им так дома достраивали. Вот как достроил, так по мне нужны им. А здесь вообще что? Где что? Непонятно. ничего нет. Вот смотрите, да? Где зумер, пуск пожаротушения нет, его здесь не работает, горит все синим пламенем. Это вот похоже, вообще-то не доделывали. Колпачки везде сняты, сняты. Но если обратить внимание на зумер колпачков, то видно, что он не работает. то есть это что? Либо не подключено, либо отсутствует вообще пожарная система пожаротушения. Вот здесь то же самое. Должен зумер работать. Здесь должен работать, но здесь ничего не работает. О, тут открыто. Понятно, понятно. Мусор, грязь, все должно быть здесь. тут теплоизоляции не хватило. Тут держатся. О, вот они. Вот это должно быть везде. То есть отсюда сверху выходит отработанный воздух и системы теплосистемы, системы отопления. здесь есть, а в других мы видели нет. Закроем обратно. О, ржавчина. Смотрите, как красивенько по проекту. Ох ты, дождь-то какой пошел. Здесь не хватило краски, но зато тоже, видите, установили. Молодцы. О, какая красота. Вот в другом подъезде мы видели, вот здесь должны быть сетки. Представьте, не поставил ты сто сеток, какая экономия. Где сетки-то? Хорошо, как поливает. Ох, борщевичок, вы только посмотрите, вот это все борщевик. Блин, как классно. О, ручка где? Ручки нет. Поэтому здесь вот кусок такой арматуры вставили. Все хорошо, поливает, хорошо. Тут тоже мусор. Заходим с вами на лисичный марш. Поднимемся наверх. Может быть, нам, может быть, дверь открыта. Смотрите, сразу. И куда светильник, кстати, вот так, да. Это, чтобы в глаза не било. Куча мусора. Вот она, слаботочечка, как выглядит. Мусор от слаботочки. Вот он-то. Это сданный дом, друзья. Они это сдали. Значит, слаботочка, значит, если вдруг электричества нет, то вот аккумуляторы, которые, как мы с вами видим, подключены. Они просто здесь я компьютерную графику использовал и убрал кабель. Они на самом деле подключены и все здесь красиво. Да. Как вам? Все открыто. Заходи, делай чего хочешь. Смотрите, вот, вот знаете, нет ощущения, что дом сдан, есть ощущение, что вот они еще только все это делают. Крыша, кровля. Шикарно, да? Что у нас там, видно, нет? Дождик такой хороший идет. Ох, борщевик-то сейчас как это повзрослеет. Пойдемте в другой подъезд, ниже вернее пройдемся. Зато здесь клей. Такая новостройка. Студия здесь продает от 2 миллионов 700 тысяч рублей, а однушечки на 1 миллион дороже. Все здесь дает, застройщик передает в черновой отделке. Вот. Качество, конечно, круто. А, кстати, надо вентиляцию посмотреть. Писали же подписчики, что вентиляция не пробита, что ее просто нет. Пойдем еще квартиры искать. В общем, дождик стал чуть меньше. Надо посмотреть, что тут с кровлей. вроде уклонка, но уклонка так себе сделана. Но водичка сюда бежит. Тут нет грибка, тут нет грибка. Отсюда зато вот Янина видно, Рассвета Янина, очень близко базовая станция, промочка, городок. Вот литера, мы в литере бы хранилище контейнеров. Ну, смотрите, все ржавенькое, красочки-то не надо, зачем красти, так нормально. Да, вот тут странно тоже гидроизоляция сделана, не занесли на стену. Это, друзья, кровля. Вот это ограждающая конструкция. Ее даже не красили, она просто ржавая стоит. И обратите внимание вот на эту красоту. Как вам? Ну, вы сами, понимаете, о каком качестве может здесь идти речь, если вот так все сделано? Смотрите, сетка здесь, это все поотваливается. Вот это что такое? Смотрите, он вот такой, весь коревой, косой. Вы, гостроинадзор, вообще у вас глаза, вы, извиняюсь, в жопе были? Вы куда смотрели? Как это такое можно принимать? Какая нахер гидроизоляция? Тут капитальный ремонт нужен всему сразу. Его сдали, сразу на капремонт ставьте. Вот это как, нормально? Не хватило штукатурки, она уже валится здесь, здесь, здесь. Что-то мы забыли сделать, но мы же сдали насрать. Вот это что такое? Скажите мне. Это просто дырка туда, просто дырка. Там вот сюда будет влага попадать, все это развалится. Как вообще так можно делать? Вот это что такое? Вбухие были, когда это все делали. Это ливневка, сетка где? А? Насрать. Вентиляция, утеплитель, открыто все, ничего не закрыто, как так? Вот это что за дырень? Смотрите, как утеплитель прикреплен. По 20 сантиметров похоже, здесь 15, а здесь 10. 15 не было, вылепили 10, и так пойдет. Отсюда выходит отработанный воздух из веншах, должен выходить. Ну-ка. Не знаю, мне не видно, голову не засунусь, но тут уже ржавчина, новый дом, 8 месяцев. А здесь вообще про гидроизоляцию забыли, вот они бетон вылили, на палубку с дерева делали, тут пена, тут дырка, молодцы. А, молодцы, водичка прям вот сюда на утеплитель. Хорошо, как, ах, классно. Откада, просто шум, здесь такой шум откада, капец. Ну, вот все в ржавчине. Вот он, вход, диаболон, наверху тоже самое видно, гидроизоляции вообще никакой нет. Как так, как так можно было все сделать? Как можно вообще было сдать это? Теперь вы, наверное, должны, о, смотрите, как круто. А здесь что у нас? Ну-ка, напишите в комментарии, мне, друзья, не видно. А где вот этот домик-то защитный от влаги, от снега? А, пусть сюда все сыпется. Итак, второй подвес аналогично. Ну, здесь, видите, откада отделяет небольшая лесополоса, совсем небольшая, бассейн, вот здесь такой, будет он пользоваться спросом, там такой небольшой торговый комплекс, развлекуха какая-то. Я помню, мы там заезжали с ребенком, отмечали что-то днюху из ребенка. Вот это все борщевик, лесополоса, за ней кат, и, конечно, шум здесь такой конкретный. Ну, идем дальше, здесь видим, что тоже гидроизоляция не хватило, она, наверное, очень редкая, не знаю, почему, техно-николь что ли, перестала работать. Вот, кстати, вот здесь уклонка нормально видно, такая даже, конкретная. Грибков тоже нет, ну, вот такие должны быть. Крышки, чтобы туда осадки не попадали, зимой, летом, в любую, погоду. Две секции разделения идет, четыре подъезда, да, в этом доме, получается, которые сдали. Ну, так все это выглядит, но здесь тоже почему-то нет. Ну, видно, такое проектное решение. Стройгородок, сегодня вторник, вторник, 13 число, 13 августа, пиковские новостройки, вон там видны. Лес, конечно, круто, но вот эти дома, по мне, очень не круто. Пойдем, пройдем через, получается, в четвертом были подъезде, пойдем через третий подъезд, не спускаться. Наша задача найти еще одну квартиру и посмотреть, что же там с вентиляцией, на которую жалуются. Ну, про электрику, проходку электрика, вы все поняли. На 50% согласно экспертизе, но тут тоже вот грязь, какой-то мусор. Так, тут у нас открыто, тут тоже ничего не подключено, тут все открыто, даже ручки нет. Вот такая красота. Цементик, таскали все, вот ничего, могли бы пошлифовать, а так нормально. О, а чтобы сидеть было удобно, смотрите, какую штуку-то сделали. Слушайте, красавчики, первый раз такое вижу. Так, двенадцатый этаж, у нас, смотрите, 8 месяцев после сдачи. О, нычка. пойдемте ниже и дальше проходить. Подвал еще хочется посмотреть. Почему? Потому что, смотрите, друзья, есть бетон, это каркас, но самое основное там из дорогих это инженерные системы, которые на кровле, видите, качество. Качество. Еще просто жизнь. Лучше бы они это, лампочку выкрутили, чтобы он не светил, не позориться. Ну, тут лестничные марши все в строительной смеси, что такого, конечно же, не должно быть. Уже из, ну, тут не до краски, видимо, ржавчина везде пошла, комарики летают, шпаклевочка вниз падает. так и должно быть в каждой новостройке. А мне лично, конечно, очень печально такое видеть, не понимая, почему такое принимает в эксплуатацию. После разрешения навод в эксплуатацию, соответственно, считается объект безопасным и полностью готовым для проживания людей. Но кроме недостроя, вот такого качества мы также видим, что уже поборы пошли от управляющей компании, которые собирают деньги. Понятно, что они же бесплатно обслуживают, ничего не будут. Таблички стоят денег. За 8 месяцев не смогли ничего отмыть, привести в порядок. Печально по мне, конечно, это все. Очень печально. Так, седьмой этаж. Спасибо хоть за указатели. Смотрите, все вот. Он, видите, забрал вот это сюда, где большого нет. То есть, они должны здесь быть видны по проекту, но не судьба. Видим, как все хорошо отмыли. Закрыто. Система пожаротушения, полагаю, все то же самое. Тут вентиль хоть есть. Муфт нет. Да. Гарит все синим плавенем. А потом скажут, украли или демонтировали, чтобы не украли. Да, так и должно быть. Ну да, вот тоже вот. А краска-то где? Краски тоже нет. Просто жесткач какой-то. Тан-на-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, знаете, отсюда хочется быстрее свалить и больше никогда в жизни сюда не приезжать. Никогда. Такое вам, друзья, по России 24 не покажет. А вы знаете, такое ощущение, что цементный град прошел. Смотрите-ка, все в цементиках засыпано. Класс. Вот они, поля со второго этажа. Второй этаж. Здесь забрало и есть. Как классно монтируется. Смотрите, какая красота. Так и должно быть. Вот интересно, кто это принимал. У них, где они живут, так же все в домах. Такая же красота. Это у них эталон. Стройки. Плитки не хватило. Тут тоже не хватило. Дополнительный блок поставили. Вон тут провода оголенные, смотрите. Это заготовки гильзы называются, и через них проходят трубы. Тук-тук, добрый день. Есть кто? Зайду с вашего разрешения. Студия. Тут хотя бы прихожая большая. Ванна. Балкона нет, второй этаж. Есть окно во двор. Рехау. Так, и что у нас вот тут сверху-то наверх? Это вот вентиляция в этой квартире вот таким образом сделана. даже не знаю, куда-то уходит это или просто тупик-то наверху фиг знает. Отверстие это уже не модно. Вот так надо пропилить и выбить. Криво, косо должно быть. Это вот лофт. Скуд. А вот это что за гофра? Куда это? Просто в подвал дырка. А тут тоже водичка для того, чтобы ноги были чистые. Тут вместо плитки вот у нас так цементик накидан. Красота. Здесь даже трава не растет колхозная. Да, дождик-то хороший. Прошел хорошие. Кольца для колодцев дополнительно. О, болото настоящее. Смотрите, друзья, сколько здесь воды. Интересно, это вот для чего поставили. Непонятно. Ну вот, сами смотрите, да, класс. Куда она будет уходить? Она будет испаряться. Сколько ей надо времени, чтобы испариться в этом марше, то, блин, вообще жесть. Лоджия второго этажа. Тут просто, смотрите, куска стены нет. То есть ее не смонтировали. Здесь забыли закрыть. Там выше есть, а здесь почему-то нет. Очень интересно. Очень. Надо внимательно подходить к выбору недвижимости. Так, что вот это за труба? Тут тоже труба. Тут влаги чуть меньше. А там, это царство комаров, я понял, все. Вопросов нет. Комара туда прям поем. Смотрите, куда течет вода? Прям по ступенькам. Здесь уже мух растет. Качественно сделали уклонку, поэтому водичка сюда и течет. Второй подъезд. Где мусор? Прямо здесь кидай. Все то же самое, да? Все аналогично. Ну, хоть спасибо, лифты работают. Ох! На! О! Украли! Даже это свинтили. Ну, ничего себе, негоденькие какие-ли. О, тут хранят стройматериалы. Понятно. Интересно, это пена через стену прошла? Или просто ее тут накидали? О! О! Да! Качество. Это я не знаю, специально так сделали или нет. И вот здесь обращаю. Он тут провода похожие. Скорее. А, понятно. Ищи провода, они должны быть здесь. Вот здесь. Здесь не нашли. Значит, они вот здесь. Вот они. Ну, а тут аналогично. Трубы, блин, вообще просто вот так торчат. Это я вот давно такого не видел. Ну, а так издалека смотришь, вроде, да. Дом как дом. Обычный эконом. Здесь мы с вами видим единственный пожарный рукав, который опустили в канализационный люк для того, чтобы, наверное, выкачивать водичку. Смотрите, датчик сработал. Что, давайте еще вот этот подъезд посмотрим. О, здесь тоже дискотека. Что, погнали на самый верх. Грузопассажирский лифт поднимается на 12 этаж. Аналогичный лифт. 12 этаж. Есть указатели. Ну, здесь видно, моют. Ну, вот тут дверь без стеклышка. С петель красочка уже слазит. Да, тут уже моют, моют, пытаются намыть, но что-то как-то тоже. Вот разводы до сих пор, конечно, вот это убирать очень долго, поэтому стройка, она должна быть, должны, знаете, все это укрывать. Вот это, знаете, ощущение, что вот потом доделывали. Ну, то же самое, смотрите, вообще ничего нет. Ничего. Печалька. Потолок уже вниз падает. А тут дырка. Здесь протечка. Света нет. Не ровен час, и потолок вниз упадет с таким качеством. Ну, тут тоже дырка. Запенили. Молодцы. Тут датчик горит постоянно. Хотя вообще мерцать должен. Тут пена, тут кусочек вырезали, и обратно приклеили. А, молодцы. Что у нас тут? У-ху-ху-ху-ху-ху. Ржавые гнилые трубы. Да. Так, ну-ка, тут открыто, нет? Открыто. О-ху-ху. О, господи, как так? Смотрите. Ух. Как вы вот так сделали счетчики? Смотрите, это просто трэш. Трэш. Не выхода тебе, ничего. Где вот табличка «выход»? Она же должна быть по пожарным нормативам. Здесь ее просто нет, не надо. Тут живут не люди. Смотрите, как. Не посередине проходит, а с краю. Тут синие. Вот какая краска была, знаете, то и помазюкали. И так пойдет. О, тут. Что здесь только нет? Фу, ванища такая треклая. Тоже держится жиденько. Здесь, конечно, вид через лес. Вот там за кат машины, видно, проезжает на город. Такой интересный, прикольный. Лахтоцентр видно. Видно, аквилоновская стройка. О, отсюда лучше видно. Вот они, красавчики. Строители. Бессмертные. Ну что, друзья, кто видит, чего не хватает у строителей? Пишите в комментарии. Напишите, вернее, в комментарии. Вон отсюда, кстати, видна сборная обычная вентиляция, как в советских панельках. Да, фу, как здесь невкусно пахнет. Столько лет, и технологии давно шагнули вперед, а у нас все по старинке. Можно. Если вы не увидели эту табличку, то однозначно увидите эту. Поднимаемся наверх. Здесь должно быть тоже открыто. Я так полагаю. А, не смотрите, дверь закрыта. В бутылке. Желтая жидкая. Знаете, что это, друзья? Да, это оно. А где откусы? О, тут закрытое. Что такое? Что не так пошло? Ну, вот есть утеплитель, сетка, штукатурка, окраска. Откосы заделать. Ввели в эксплуатацию. Смотрите, как уже все село. Вот оно, качество современных недостроев, которые достроили. Где же просто стояло монолит, могли бы же и сделать хорошо. Ну, вот по всему периметру, смотрите. Красота какая. И шпаклевка валится с потолка. Шум, конечно, такой отказа, трындец. Да. Внешний вид всего этого не внушает доверия. Палочки вот так. Дверь подперли, чтобы видно, после помывки все это влага уходила здесь вот тоже блоком. Потом не удивляйтесь, что у вас двери все убиты, расцарапанные. Ну, тут с потолком что-то вот аналогично, какие на 12 этаже. Мы сейчас с вами, друзья, на 11. Ну, вот хотя бы мыли. Дверь уже тут себе заменила. А что делать? Вот 11 этаж. Чтобы быть не голословным, вызываем лифтик. И поехали на первый этаж. Смотрите, я здесь трубы тоже синим покрасил. Смотрите, как красивенько, красивенько, смотрите, как четко прокрасили. Молодцы, молодцы. Первый этаж, слава богу. Спустились. Открывайся, Сим-Сим. И выходим мы, друзья, с вами из этой красоты. Ну, вот тут... А, это шланг для поливания, похоже, был. Ну, блин, ну вот это не трава. Что это? Где газон-то? Где нормальный газон? Ну, вот это тоже на вашей земле почему не демонтировали. Тут тоже болото. Все в воде. Огромное количество строительного мусора валяется. Вот, смотрите, как после дождя работает гидроизоляция. Вот, получается, влага между плитками попадает, и вот она течет. То есть уплотнитель будет всегда во влаге. Поэтому-то я против вентфасадов. Как бы не против вентфасадов, а считаю, что для нашего климата они не подходят. Вот, видите, все, влага. И вот она между плитками, она не может туда не попадать влага. Она будет попадать. Вон, дождь уже прошел, а все, вот, видите, капает, капает потихоньку. И это не только в этой новостройке, а везде, где есть, друзья, вентфасад. Нет пробития. Труба есть раздолбанная. Ах, закрыто. Все в воде, смотрите, просто все. Кошмар. Фу, господи, комаров-то сколько. Закрепили. Палочки, смотрите, подложили, и все нормально, и так пойдет. Да, такого на другом канале не увидите и вам не покажут. Я показываю все честно и открыто. Подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь этим видео и оставьте свой комментарий. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok